ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД наконец-то обрела руководителя. Это место было вакантно с конца марта текущего года. Указом президента госавтоинспекцию возглавил экс-главный полицейский Хабаровского края, экс-главный гаишник по Красноярскому краю и так далее, Михаил Черников. В свои 43 года он носит звание генерал-майора, увлекается дзюдо, имеет удостоверение мастера гиревого спорта. ТРАССА СТО ОДИН Водительские удостоверения, выданные в Белоруссии, будут действительны в России с 1 июля. Таким образом, Республика Беларусь станет единственным иностранным государством, чьи национальные водительские права у нас признаются. Прочие зарубежья российские власти внесли в черный список с 1 июня. ТРАССА СТО ОДИН Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не покупать роскошные машины. Уровень автомобильной промышленности сейчас такой, что даже автомобиль среднего класса достаточно комфортный и безопасный, отметил глава РПЦ. Также он подчеркнул, что кавалькады дорогих лимузинов у храмов вызывают у людей реакцию. Добавлю немалый резонанс. Некоторое время назад вызвала новость о том, что один из священников в Орловской области обзавелся внедорожником Тойота за 6 миллионов рублей. Компания Джили до конца этого года начнет в России продажи своего флагманского кроссовера Боуи. У нас он будет называться Атлас. Над дизайном машины работали известные специалисты, в том числе из Вольво. Технические характеристики новинки неизвестны. В Китае она оснащается двухлитровым бензиновым атмосферником, либо турбированным бензиновым двигателем объемом 1,8 литра. Среди удобств панорамный люк, рейлинги, полностью цифровая приборная панель. Трасса 101 Новые автомобили немного подешевели. По данным агентства Автостад, на снижение цен пошли 2,5 десятка автопроизводителей. Среди них, например, Тойота, опустившая стоимость Королла, Камри и РАВ-4 в среднем на 4%. Примерно столько же скинули наиболее востребованные кроссоверы Lexus, а модель GX 460 теперь доступнее на 6 с лишним процентов. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101